Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Это актуально». С 22 по 24 октября в российском городе Казань будет проходить саммит БРИКС с участием новых стран-членов. Ирана, Эфиопии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов. Саммит в Казани – это первая встреча лидеров государств после расширения БРИКС. Министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что Китай готов работать в духе солидарности с партнерами по БРИКС для продвижения многополярности, а также продолжать вносить вклад в развитие и в построение сообщества единой судьбы. Какие вопросы будут обсуждаться на предстоящем саммите и насколько изменилась повестка дня после вступления новых стран-членов? Эти и другие вопросы мы обсудим сегодня с гостем. Итак, разрешите представить профессор Лань Циньсин, заместитель декана Школы международной экономики и торговли, Китайского университета международного бизнеса и экономики, директор исследовательского центра БРИКС. Здравствуйте, уважаемая ведущая. Саммит БРИКС в Казани – первый в расширенном составе. Каковы возможности появились у БРИКС после вступления новых стран-членов – Эфиопии, Египта, Саудовской Аравии? Какие ваши ожидания от предстоящего саммита? Это первая встреча лидеров стран БРИКС после его расширения. Думаю, что теперь БРИКС стал более репрезентативен, и он все больше отражает интересы стран глобального юга. Как известно, первоначально в БРИКС входило пять государств. После расширения его состава добавились представители арабского мира и исламские государства. Возрастает роль Африки и Азии. Ранее в составе БРИКС не было стран, где ислам являлся бы государственной религией. Тенденции к расширению БРИКС, в которую теперь входят 10 стран, свидетельствуют о значимости мультикультур, разнообразии и инклюзивности развития. В то же время эти государства являются странами с формирующейся рыночной экономикой. С точки зрения объема рынка, численности населения, площади земель и с учетом других факторов, показатели улучшились по сравнению с прошлым. Их влияние на глобальное развитие также постоянно растет. Как представители глобального юга, они могут громче заявить о себе на мировой арене. Поэтому я считаю, что новые страны БРИКС непременно сыграют важную роль в процессе развития глобальной торговли, инвестиций и разнообразных культурных обменов, а также поспособствуют глобальному управлению мировым экономическим порядком и трансформации глобального развития в более справедливом направлении. В предстоящем саммите БРИКС участвует очень много стран, в том числе и страны-партнеры БРИКС. Около 30 стран приняли приглашение принять участие. Думаю, что все они стремятся к более тесному сближению позиций, что позволит расширить консенсус по вопросу развития. Также они смогут выдвинуть некоторые требования стран глобального юга и большинства развивающихся стран, чтобы больше заявить о себе на мировой арене и содействовать развитию развивающихся стран в нынешних условиях международной политической и экономической неопределенности. С 1 января этого года число стран-членов БРИКС увеличилось до 10. По данным ТВ БРИКС, комиссия Российской Федерации ранее заявила, что 40 стран из разных регионов мира выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС и более 20 из них даже подали заявки. В то время Бразилия рассматривает вариант присоединения к реализации инициативы «Один пояс и один путь». Эти факты отражают стремление стран глобального юга к дальнейшему укреплению сотрудничества. Что вы об этом думаете? То сотрудничество стран БРИКС или сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь» Оно отражает тенденцию расширения круга друзей. Инициативы Китая и его роль в странах БРИКС сделали сотрудничество в рамках этого объединения и реализации инициативы «Один пояс и один путь» более инклюзивным, справедливым и взаимовыгодным. С учетом этого я могу предположить, что в процессе развития БРИКС и создания его механизма, а также реализации инициативы «Один пояс и один путь» и углубления сотрудничества стран глобального юга будет сформирована взаимовыгодная и беспроигрышная ситуация в долгосрочной перспективе развития развивающихся стран. Сотрудничество стран глобального юга будет все более сплоченным и тесным, способствуя мировому развитию в направлении процветания и стабильности. А развивающиеся страны будут делиться результатами развития и распространять их, что сыграет важную роль в содействии к глобальному устойчивому развитию и сокращению масштабов нищеты. В нынешней сложной и такой изменчивой международной ситуации страны БРИКС призывают к созданию независимой финансовой системы и настаивают, подчеркивают важность использования своих валют во взаиморасчетах. Как вы считаете, произойдет ли прорыв на предстоящем саммите по этому вопросу? Построение финансовой системы БРИКС на самом деле является проблемой, которую необходимо срочно решать в процессе развития объединения. По мере расширения БРИКС доля его стран в мировой торговле продолжает расти, повышается уровень взаимодополняемости торговли. В то же время страны БРИКС представляют собой основную сторону в области спроса и предложения энергоносителей. В этом случае создание странами БРИКС относительно независимой финансовой торговой системы, способной составить конкуренцию доллару США и избавить от колебаний его курса, неизбежно послужит стабилизатором торговли и инвестиций стран БРИКС, а также минимизирует риски экономического развития объединения. В настоящее время в процессе продвижения торговой системы БРИКС Россия предложила странам объединения и его партнерам использовать механизм трансграничных платежей через расчетную платформу БРИКС-Бридж, которая заключается в формировании пула финансовых средств. Валюты стран БРИКС могут свободно обмениваться друг с другом в рамках модели БРИКС-Бридж для осуществления такого рода операций в местной валюте и избавления от контроля со стороны доллара США. Думаю, что финансовая платежная система может стать важным элементом результатов предстоящего саммита. Во-вторых, на нем, безусловно, в полной мере будет рассмотрена роль нового банка развития в механизме создания резервов на случай чрезвычайных ситуаций. В то же время, за счет финансирования нового банка развития можно будет обеспечить соответствующим странам более устойчивую поддержку в области развития или строительства инфраструктуры, что будет непосредственно стимулировать развитие этих стран. Думаю, что важным событием предстоящего саммита также станет то, как проявит себя новый банк развития стран БРИКС и как региональные финансовые организации смогут оказывать поддержку странам глобального юга. Китай и Россия – одни из первых участниц БРИКС. Какую роль они будут играть в будущем? Китай и Россия – две наиболее представительные и влиятельные страны БРИКС. Китай – развивающаяся страна с относительно быстрыми темпами экономического развития и значительными результатами в области развития. Россия – самая большая страна по территории. Обе они призваны сыграть важную ведущую роль в будущем механизме сотрудничества БРИКС и способствовать согласованию различных интересов стран БРИКС. Особенно сейчас, когда к БРИКС присоединилось несколько стран и много стран, которые хотят присоединиться к этому объединению. В процессе сотрудничества с этими странами Китай и Россия обязаны играть важную роль в стабилизации и расширении механизма сотрудничества БРИКС. А опыт и планы развития Китая могут стать полезными для других стран в рамках механизма сотрудничества БРИКС. Одновременно с этим Китай активно представляет страны глобального юга. В полной мере представляет их интересы в международных делах и расширяет представительство стран БРИКС среди стран глобального юга. Это способствует сплочению стран глобального юга для содействия переменам и преобразованиям в международном порядке, а также способствует тому, чтобы международный порядок мог быть преобразован в направлении, более благоприятном для развивающихся стран, формируя модель общего управления между развитыми и развивающимися странами. Кроме обсуждения вопросов международной валютно-финансовой системы, на предстоящем саммите в Казани также обещают уделить внимание молодежным обменам, вопросам культуры, сотрудничества в области спорта. Как вы считаете, насколько сегодня это актуально? Культурные, спортивные и молодежные обмены способствуют общению между людьми в рамках сотрудничества БРИКС, что также является важным аспектом инициативы «Один пояс и один путь». Посредством культурных и спортивных обменов страны БРИКС могут укрепить взаимопонимание и способствовать углублению народных обменов. Говоря о механизме молодежных обменов, можно отметить, что в настоящее время в Китае обучается все больше и больше иностранных студентов из стран БРИКС. Они – будущее стран БРИКС. Молодежные обмены непременно заложат хорошую основу для сотрудничества и развития объединения. Вполне возможно, что сотрудничество стран БРИКС посредством молодежных обменов станет хорошей основой для успешного общения между людьми в ближайшие десятилетия или даже дольше. Дружеские обмены между представителями стран БРИКС будут продолжать укрепляться, что будет способствовать углублению сотрудничества между странами объединения и станет образцом для подражания в укреплении сотрудничества между странами глобального юга. Дорогие друзья, актуальные вопросы предстоящего саммита БРИКС в Казани мы обсудили сегодня с директором исследовательского центра БРИКС профессором Лань Тинсином. Благодарю за внимание.